Валерий и Ирина Жуковский Валерию Жуковскому тогда с трудом удалось спасти клуб от забвения, а себя от потери любимой профессии. Понятно, в 90-е годы жизнь заставила, занимались бизнесом каким-то, но при первой возможности закончили. Не уходя из клуба. Но при этом идея была какая? Доказать, что можно головой зарабатывать деньги. Среди их учеников несколько настоящих космонавтов. Они дарят учителям свои костюмы, в которых совершали полеты, звонят любимым педагогам прямо с орбиты и оставляют автографы на тренажере. Вот подпись космонавта и героя России Андрея Борисенко. Ну вот мы разгоняемся, сейчас набираем скорость. Надо сейчас не улететь. Этот тренажер лучше в городе, говорит Валерий. Невольно вспоминается советский лозунг 30-х годов. Все лучшее детям. Тогда из роскошного императорского дворца для школьников Ленинграда создавали дворец пионеров. Еще сохранились росписи на стенах. Классические советские сюжеты. Дети в красных галстуках собирают ягоды, кормят животных. И хоть сегодня эти образы смотрятся наивно, поражает качество их исполнения. Когда не трогали парадные комнаты, вот оставили их в той красоте, в которой они были, в документе было очень интересно написано. Для отдыха и развлечения пионеров. То есть пионеры должны отдыхать и развлекаться в очень красивой обстановке. Александра Бойцова работает здесь 40 лет. Первый раз пришла первоклассницей на знаменитую новогоднюю елку. Потом поступила работать методистом. Теперь заведует музеем. На старых фотографиях вся жизнь дворца пионеров. Вот встреча с поэтом Сергеем Михалковым. А вот с трижды героем Советского Союза Иваном Кожедубом. Лекции по искусству читал директор Эрмитажа Академии Корбели. Ансамблем песни и танца руководил сам Исаак Дунаевский. В 21 веке здесь все по-новому. Кружки голубеводов и оборонный отдел сменили центры компьютерных технологий и дизайна. Но преподают детям по-прежнему люди с особенным взглядом на мир. Елена Ковалева сама окончила этот центр и даже не представляла для себя другой работы. Мне получается было 17-18 лет. Тогда уже брали, хоть я и училась только в институте, но меня взяли вот педагогом. Ну, это очень приятно просто делать, потому что у них огромная фантазия. Для многих детей такие вечерние уроки – настоящая отдушина. Здесь можно заниматься любимым делом. Не ставят двойки и не запрещают шептаться с соседом. А педагог – антипод строгого учителя. Здесь преподаватели, по-моему, более открытые, они более добрые и душевные. Тут такая домашняя обстановка как будто. Пойдем, моя красавица, пойдем гулять. Гулять! Дикобраз, разгуливающий по коридору. Такой картиной здесь никого не удивишь. 7 часов вечера, но детский эколого-биологический центр Приморского района гудит, как пчелиный улей. Знаете, как атакует дикобраз? Если опасность у дикобраза возникает в виде хищника, она поворачивается задом и растопыривает свою юбочку, свои иголки. В соседнем кабинете другое занятие. У каждого ребенка таз с опилками и своя подопечная свинка. Ее надо кормить и изучать. Мальчикам интереснее рассматривать палочников, которых называют насекомыми, привидениями. Они умеют исчезать среди листвы, притворяясь сухими ветками. Этот огромный центр вырос из маленького живого уголка, который 30 лет назад организовала Наталья Пилипас, начав с одной черепахи и скворца. Старейший педагог центра показывает своих животных. Многие настоящие долгожители. Уход безупречный. Любимец Натальи, говорящий ворон. Она уверяет, что Шурик умеет отчетливо говорить много разных слов. Но камера испугался. Принесли нам со сломанным крылом птицу 20 лет назад. А что вы говорите? Такие слова, которые лучше не повторять. А это что было? Авак. Какой-то авак у него. Космонавтика, дизайн или биология. Эти люди умеют создавать такую атмосферу, что дети, забывая про гаджеты, готовы проводить здесь дни напролет. Трудность одна – определиться с выбором. Петербургские педагоги делают все для того, чтобы строчка из знаменитого стихотворения Агнии Борто «Драм-кружок-кружок по фото», «Хор-кружок, мне петь охота» не теряла своей актуальности. Евгения Альтфельд, Пульс города.